Интернет это джунгль, иногда он напоминает мусорную свалку непроверенной информации, но порой в нем можно найти подлинные жемчужины. Мы рассказываем обо всем, что важно, актуально и понятно. Здравствуйте, в эфире новости недели в студии Алексей Кузьмин и вот о чем поговорим сегодня. Началась разгрузка контейнеров с аварийного судна Райшайн, товары наконец дойдут до адресата. Находка будущего глазами молодежи, в вузах и училищах города проходят диалоги с мэром. Три года поддержки социальных и экологических инициатив, фонд Восточный порт отметил очередную годовщину. С аварийного судна Райшайн, которое в прошлом году село на мель в заливе Восток, наконец-то начали сгружать контейнеры. Работы проводит терминал Остафьева под контролем находкинской таможни и Роспотребнадзора. После того, как товар будет задекларирован, его направят в адрес грузополучателей. Под таможенным контролем находкинской таможни началась выгрузка контейнеров с теплохода Райшайн, севшего на мелю берегов находки в ноябре 2021 года. Судно предстоит выгрузить 199 контейнеров с товарами весом более 1600 тонн. Контейнеровоз прибыл в находку из Китая 5 ноября 2021 года. В этот же день таможня оформила прибытие судна. Контейнеры с товарами, в которых преимущественно находятся автозапчасти, а также товары народного потребления, пылесосы, фитинги, детские подгузники, коляски, направлялись в адрес белорусских и российских получателей. Выгрузка, перемещение и размещение контейнеров на склад временного хранения терминала Остафьева проходит под таможенным наблюдением. В высших учебных заведениях находки прошла встреча студентов с главой городского округа. Тема – как сделать город лучше, чтобы у молодежи был стимул оставаться в родной гавани. План социально-экономического развития города будут корректировать, учитывая мнение и голоса не только людей среднего и старшего поколения, но и тех, кто придет на смену. Подробности прямо сейчас. Одним из главных составляющих социально-экономического развития находки являются специалисты. Врачи, педагоги, полицейские, матросы, экономисты, инженеры. Не секрет, что молодежь, получив образование в вузах больших городов, редко возвращается в уютную небольшую, но со своим характером и прелестями гавань. Мотивация молодежи в этом направлении актуальна как никогда. Это входит в план развития находкинского городского округа. С вами согласовывать, выносить на обсуждение строительства не только объектов, важных для вас, какие надо построить, либо отремонтировать. Так еще я должен показать, где они будут находиться и как располагаться. Примерный вид. Вот будем постоянно с вами работать в таком режиме. Это закон. Теперь мне нельзя в своем кабинете принимать решение, где я хочу. Как считаете, это правильно? Мэр находки Тимур Магинский в формате живого диалога презентовал студентам филиала лицея Владивостокского государственного университета экономики и сервиса план развития находки на ближайшую десятилетку. С учетом мнений молодежи в развитии территорий, парков, скверов, каворкинг, пространств будут вносить корректировки перед дальнейшими производственными работами. После диалога с градоначальником, судя по реакциям, студенты в ГУЭСа задумались о дальнейшем выборе места жительства. Я планировал сначала ехать в город Владивосток, потому что все-таки Владивосток у нас более развитый город. Да, и честно говоря, я там родился, мне этот город больше нравится. Но если в нашем городе будут приняты такие активные меры поддержки, инфраструктуру, урбанистики и работающие молодежи, то я думаю, смогут пересмотреть свои планы. Накануне Магинский посетил Дальневосточное мореходное училище. Глава находки в прошлом сам ходил в моря, ознакомился с техническим оснащением учебного заведения и презентовал будущим матросам и капитанам карт-план социально-экономического развития стратегически важного портового города. Помимо того, что мы проговариваем планы, мы должны вместе с ними подводить итоги, то, что мы уже сделали. То есть мы встретились, подвели итоги о том, о чем пообщались и тут же запланировали на будущий год еще какие-то определенные шаги и мероприятия. Это должно быть ежегодно, это должно быть системно, тогда у нас есть прямая связь, постоянная связь, системная, и мы уже как сотрудники администрации, как управления городом более грамотные будем делать шаги, эффективные. Подобная практика по осведомлению потенциальных сотрудников крупных предприятий и компаний работает повсеместно. На следующей неделе руководство находки совместно с депутатами посетят с данной лекцией филиал ДВФУ и Находкинский колледж. Какое наполнение должно быть в скверах и парках? Какие мероприятия должны проходить на их площадках, чтобы молодежь с пользой и для души проводила досуг? Теперь студенты могут проголосовать и оставить свой отзыв на сайте moyanahodka.rf, где будут учитывать все мнения и пожелания для дальнейшего продуктивного развития города. С начала проведения специальной военной операции на Украине в Находке был создан антикризисный штаб, в обязанности которого входит мониторинг цен на прилавках магазинов и аптек, обсуждение проблем в сфере трудоустройства и своевременное информирование населения о изменениях и возможностях в банковской системе. Как обстоят дела в Находкинском городском округе, расскажем далее. Очередное заседание антикризисного штаба по мониторингу экономической ситуации на территории Находки прошло в администрации Находкинского городского округа. В первую очередь подняли вопрос о мерах государственной и региональной поддержках субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, связанных с кредитованием, предоставлением отсрочек по кредитным обязательствам, импортозамещением и налогообложением. Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться кредитными каникулами, взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от 1 до 6 месяцев. Максимальные размеры потребительских кредитов, по которым граждане вправе обращаться в банки за кредитными каникулами, для физических лиц 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 350 тысяч рублей. Работает платформа «Биржа импортозамещения». Это онлайн-сервис, где российские компании смогут сообщить, какие детали, запчасти, комплектующие им требуются. Отечественные производители получают возможность напрямую предлагать аналоги этих товаров без дополнительных тракт, согласований у посредников. Также ежедневно ведется мониторинг цен на социально значимые продукты питания и лекарственные средства. Цены на обследуемые продовольственные группы товаров в магазинах шаговой доступности по некоторым товарным позициям снизились. На сахар, песок на 16%, муку на 9%, гречку и вермишель на 1,5%. На лук, наоборот, цена увеличилась на 15%. Рис, рыба, капуста, картофель остались в том же ценовом диапазоне. В крупных сетевых магазинах основные социально значимые группы товаров – сахар, крупы, макаронные изделия – имеются в достаточном количестве. Также проводится работа по мониторингу цен на лекарственные препараты. Перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов в аптечных учреждениях Нахопинского городского облака повышения цены не было выявлено. Все цены, как заявлено на сайте Приморского края. Однако внешнее санкционное давление повлияло на производство рыбной продукции. Предприятие Южмор Рыбфлот считается системообразующим для находки и сейчас переживает не лучшие времена. Значительно возросла кредитная нагрузка, которая не была предусмотрена бюджетом компании на этот год. А из-за роста курса доллара возросла цена закупаемого сырья. Вторая проблема – несовершенство правового регулирования в определении таможенного статуса консервной продукции. Компания «Доброфлот» пыталась организовать промысел сайры в Мировом океане, но по результату всего этого закончилось тем, что было 250 миллионов рублей штрафов при ввозе на территорию России консервов, произведенных в Мировом океане. Такая позиция таможенных органов привела к остановке российского рыболовства в Мировом океане. Несмотря на прямое поручение президента, законодательные барьеры так и не были преодолены. Сегодня можно утверждать, что российский промысел сайры полностью потерян, и этот продукт производится только из иностранного сырья. Потеря собственного промысла привела к тому, что все консервные заводы вынуждены использовать импортное сырье и закупать сайру у иностранных продавцов. За последние три года стоимость сайры подорожала на 300%. Пока предприятию удается не сокращать персонал. Кого-то переводят на другие производства в Большой Камень, кого-то отправляют в очередные отпуска. Антикризисным штабом было принято решение направить обращение в правительство Приморского края об осуществлении мер поддержки крупному рыбопромышленному предприятию. Фонд «Восточный порт» на слуху практически у каждого жителя Врангеля. Находки и других близлежащих районов Приморского края. Три года назад сотрудники фонда взялись за продуктивную работу в социальной и экологической сферах. За это время волонтеры фонда провели сотни акций и проектов. В честь годовщины неравнодушных жителей Врангеля и волонтеров наградили за вклад в развитие Врангеля. Об этом далее. Три года назад акционерным обществом «Восточный порт» был учрежден одноименный фонд поддержки социальных и экологических инициатив. В вахтовом зале стивидорной кампании прошло торжественное мероприятие, где самых активных жителей Врангеля и сотрудников фонда наградили почетными грамотами за продуктивное взаимодействие и вклад в развитие социальной сферы жизни. Я хочу поблагодарить в первую очередь и сам фонд за эту работу, за большую работу, которая проделана. Поблагодарить всех вас, активных жителей поселка Врангель, активистов и волонтеров фонда. Всех, кто сегодня на площадке этого фонда неравнодушен, помогает развиваться и городу, и поселку, и предприятию, и отдельно даже тем людям, которые сегодня обращаются за помощью фонд «Восточный порт». Огромное спасибо, хочется сказать, фонду за то, что поддержал нашу инициативу по созданию клуба для людей серебряного возраста, где они находят своих друзей, где они находят новые какие-то возможности для себя лично. Кто никогда не занимался творчеством, приходит в кружки, приходит заниматься физической подготовкой. Теперь я буду еще больше стараться притягивать людей в волонтерскую деятельность, потому что на своем примере и на примере всех волонтеров я точно знаю, что чем больше добрых, помогающих, неравнодушных людей, тем жизнь вокруг нас становится лучше. Одним из главных достижений фонда является создание мощного волонтерского движения. Ученики школ Врангеля принимают активное участие во всех экологических акциях, организациях и праздничных мероприятий. За три года фондом «Восточный порт» было реализовано более 700 проектов и акций. Многие из них стали ежегодными и традиционными. Я уверена, что и дальше будут реализовываться эти все проекты, и будут появляться новые, это точно, потому что у сотрудников фонда, у членов попечительского совета действительно очень много разных идей. На повестке каждый месяц появляются новые идеи, и мы их генерируем, мы стараемся их воплотить в жизнь так, чтобы это было эффектно и на пользу жителям Врангеля. Одним из главных методов реализации проектов фонда является взаимодействие с жителями микрорайона. Мониторинг соцсетей, обмен комментариями, работа с критикой помогают более целенаправленно и продуктивно решать насущные проблемы, выделять важные запросы населения и на этом фоне разрабатывать новые проекты. Сейчас фонд с сотрудниками. Естественно, сотрудники интересуются, какая нужна повестка в окружающем пространстве, в школах, в детских садах, в обществе, у детей, у взрослых пожелания, какие есть, и их реализовывают. Вот эта полномерная работа дает очень большой эффект. Работники порта и жители Врангеля с радостью встречают сотрудников фонда, волонтеров и принимают активное участие во всех мероприятиях. Сегодня фонд «Восточный порт» работает по всем направлениям и реализует 12 программ социального развития на территории микрорайона Врангель и на Ходкинского городского округа. Волонтеры, ветераны, дети, духовное развитие, здоровье, историческое наследие, команда «Восточного», комфортная среда образования, социальная поддержка, культура и спорт. Желаю счастья вам, и я буду давно быть таким. В конце ты счастлив сам, счастье хватит и с трудом. На сегодня это вся информация. Наши материалы всегда в инстаграм, паблике ТВР «Находка онлайн», а также на ютуб-канале. Все ссылки в описании. Если у вас есть информация или проблема, которую нельзя оставить без внимания, пишите нам в директ. И несколько слов о погоде. По прогнозу синоптиков завтра находки днем плюс 11, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Осадков не ожидается. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok